Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 32 года, мужью 35, двое детей малышей. Мы находимся на грани развода, муж решил собрать вещи и уйти на неделю, но не ушел. Потом начал про развод говорить. И что, как же со мной цивилизованно разойдет, как будто я этому препятствую. Смотрите. Для того, чтобы ответить вам на вопрос, который вы задаете по поводу того, как перечислить развод, вы спрашиваете. Вот. А ваши чувства, ваши переживания вполне себе понятны. Вам правда больно, вам правда тяжело, и это нормально. Но, чтобы понять природу ваших переживаний, и в том числе вам самой, да? Потому что то, как вы на это реагируете, не является чем-то внезапным, чем-то таким вот, что произошло только вчера. То, как вы себя чувствуете, то, как вы себя ощущаете, это следствие, на мой взгляд, того, что было с вами всегда. Только вы этого, судя по тому, что я могу видеть, либо не замечали, либо пытались этого избежать. Ну, то есть пытались как-то, пытались как-то от этого уйти. Ну, к сожалению, уйти не получилось. И начинать, на мой взгляд, здесь нужно с того, в первую очередь, что между вами и вашим мужем общего было. Потому что я думаю, что вы прекрасно понимаете, что когда-то вы этого человека выбрали себе в партнеры. Когда-то вы, ну, совершенно очевидно, да, в него, в него, влюбились, наверное, вот. И когда-то вас с этим человеком довольно много чего связывало. То есть, вот, с этого давайте и начнем. Что между вами было общего? Что вас объединяло? Что вас связывало? Какое значение для вас обоих имел брак? Какое значение для вас обоих имели дети? Вот, потому что я думаю, что вряд ли вы будете спорить с тем, что дети у вас появились не просто так, вот. Скорее всего, дети, ну, вот, для вас имели какое-то значение. Вот, какое значение для вас имели дети? Нужно выяснить, выяснить. Равно как и то, что между вами было общего, тоже нужно выяснить. Вот. А, для чего? Для чего это нужно выяснить? Чтобы понять, чтобы понять, когда это начало давать сбор. Когда и вследствие чего? Потому что то, что говорит вам муж, это свидетельствует о поправной неудовлетворенности, как вашей, так и его, просто она не говорит. Таким способом вы говорите, ну, говорите о своей неудовлетворенности определенным другим способом, но вы друг друга не слышите. А, не слышите. Вот. Понимаете, да? Какая история. Дальше. Значит, начал говорить про развод, как будто бы я этому препятствовал. То есть, ну, мы здесь тоже, очевидно, противоречивые чувства. Начались оскорбления в мой адрес, что я глупая, бестолич и дубей, за того, что пошла купаться, пока он спит, дети к нему пришли, не дают спать, они всегда как проснутся, к нему бегут, и я должна бегать за ними, пока он не поспит. Ну, очевидно, в какой-то степени, что это предлог. Ну, на мой взгляд, это предлог. Вот. Для того, чтобы как-то вот ну, высказать, да, вам свое какое-то недовольство, возможно с вами ну, не связано вообще. Вот. Понимаете, да? То есть, вот, как бы, ну, вам отношения, может быть, скорее всего, даже не имеются вообще. Другой вопрос. Как на это реагируете вы? Вот. Понимаете, да? То есть, ну, вот, как вы, как вы воспринимаете это? Но это нужно обратить внимание. Дальше. Я ему сказал, что на суд не придут, так как мне морально тяжело посвящать такие мероприятия, мне не обязательно там присутствовать. возможно это действительно так, что вам на самом деле тяжело посвящать такие мероприятия, вот. Но. Но. Вам сложно и тяжело посвящать морально такие мероприятия, по какой, по какой причине. Вот на, вот на этот момент желательно найти ответ. что такого в этом, для себя видите тяжелого. Вот. Конечно, не в смысле того, что вы должны, нет. Не в смысле того, что вы обязаны посещать такие мероприятия ни в коем, ни в коем, ни в коем случае. Вот. Просто было бы здорово увидеть, как, как вас это задевает, да. Опять же, как вы вот это воспринимаете, как ему, ну, каким образом, да, вы это воспринимаете и так далее. Вот. Было бы здорово это увидеть тоже, потому что очевидно, что здесь вот есть также ну, какая-то связь. Дальше. Я решил для себя, раз он так хочет, развод, он его получит, подпишу, что нужно, что я согласен. Но, опять же, есть ощущение, что делаете вы это скорее от обиды. Вот. Есть ощущение, что делаете вы это, скорее от такой злости больше как будто, вот, нежели чем от, ну, действительного, действительного желания разводиться. Ну, вот. А, скорее всего, связано с тем, что человек вас как-то не оценил. Да. то есть, ну, вот, не оценил он того, например, что, допустим, вы делали. Ну, то есть, как, как это выглядит? это выглядит так, что вы старались, вот, это выглядит так, что вы вкладывались, вот, очень сильно. это выглядит так, что во многом, вероятно, вы себе обхазывали, вот, и в итоге это все привело, вот, к такому результату, что для вас послужило, конечно, довольно серьезным разочарованием. Возникает вопрос, а как так получилось, что на вас, да, так много всего, грубо говоря, навалилось? То есть, как так вышло, что, вот, так много всего на вас навесилось? В плане обязанностей, в плане, вот, ответственности и так далее. Ну, опять же, я надеюсь, что вы не будете спорить с тем, что, 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 возможно, только возможно, возможно, это все произошло и случилось. Не просто так. Дальше. Он каждый день на работе, я дома с детьми постоянно, разнообразий нет, никуда не выхожу, просто багажно в быту и детях, моя мама помогает, иногда приезжает, но все равно больше часа времени постоянно дома, так как денег у меня нет на карманные расходы, он редко их дает и зарабатывает мало. Ну вот, как-то получается так, да, что вы вот как-то так организовали свой быт, да, вы как-то так организовали свои отношения, что не устраивают ни вас, как будто бы, ни его. и волей-неволей хочется спросить у вас, как так вот получилось? Уже все накопило у меня и у него, да, то есть не просто как так получилось, а еще момент в том, что вы свои эмоции получается сдерживали, вы сдерживали свои чувства, вы сдерживали свои эмоции, пытались их подавить. У меня вопрос, как пришли развод и не винить себя, что разошлись. но у меня к вам встречный вопрос, а с чего бы вам себя винить, что вы разошлись? С чего бы вам себя винить? Откуда у вас или точнее как может быть вы приходите к тому чтобы вот это для вас выглядело таким образом, что вы виноваты. Если вы берете ответственность за развод, например, на себя, то в первую очередь это говорит о том, что у вас есть проблемы с личными границами, потому что ответственность обоих партнеров поровну за то, что происходит в отношениях. Но если вы себя виние, значит, возможно, отношения и брак и дети для вас выполняют какую-то функцию компенсации ваших некоторых сложностей и проблем. Нужно понять, каких. Вот вы пишите, не заниматься самопищеванием и перестать думать, что он хорошая облака. А откуда такие мысли? Опять же, как вы к ним приходите, из чего? Это сама оценка. Получается, что вы в браке находились и все терпели и вот то, что у вас накипело, потому что вы считаете себя плохой. И просто-напросто получается, не научили человека относиться к вам. Еще очень важный момент. На каких основаниях вы выстраивали отношения с мужем? Вот. Не чувствовать себя ущербно, что я брошенная какая-то. брошенность это история про детство, брошенность это история про опять же запрет такой внутренний на реагирование в ответ на действия, какие-то действия ваших близких людей. Вот. Может быть, это как раз про ваших родителей, кого-то из ваших родителей. То есть, может быть, это как раз про вашего папу, может быть, это может быть про еще какую-то значимую фигуру в вашей жизни. Но суть остается сутью. Что вот какую-то историю здесь переживает заново. Ну, сейчас-то навязывает, что вот найдешь себе Ваньку, будешь жить, в общем, опускает меня, будто я достойна только какого-то дурачка, и говорит, чтобы подавал на алименты, и будет разводиться. Да, будет разводиться. Ну, понятно, что у мужа может быть история о том, что вас объяснить, вот, но важнее, как мне кажется, другой момент. Важнее момент, связанный с тем, что вы сами себя обесцениваете. Вот это, как мне видится, очень важный аспект. Не знаю, замечаете вы или нет, как вы сами себя обесцениваете. Вот, собственно, с этими обесценивающими тенденциями, да, вам и нужно работать. Я думаю, что в какой-то степени, то, что вы говорите про своего мужа, о том, что вот, он каждый день на работе, я постоянно видит, мир, разнообразие, вот. Это же ваша некоторая такая пассивность в организации своего быта и отсутствие диалога с мужем. Вот. По поводу того, что человек мало зарабатывает, тоже есть такой, на мой взгляд, важный момент, связанный с тем, что всегда ли он так зарабатывал? Если он так зарабатывал, всегда вас устраивало. Если он так зарабатывал на момент рождения детей, то опять же важно увидеть то, как вы к этому пришли. Вот. и пока что, пока что, в основном, то, что вот чувствуется от вас, да, больше. Это некая обида, некая такие вот, некая боль, и это нормально, что это есть, и вам это можно помочь прожить, отреагировать, вот, а дальше вы уже решите, как вам поступать. На этом все, я надеюсь, что это было полезно и интересно, буду благодарен за обратную связь с полным ответом, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи! до новых встреч! Продолжение следует...